Друзья мои, долго снимать мне вообще ничего нельзя. Если я держу очень долго телефон в руках, где-то минут через 10 он начинает глючить. И вот если я его на штатик поставила, он снимает. Так, вот это я вам показываю, которое у меня значится как баблюбина. Так, баблюбина. И с пометкой очень рассыпчатая. Вот, вот она. Короче, вот по этому рядку вот она. Давайте я вам вот так ее показываю, чтобы не захватывать другие. Вот она, баблюбина. Она с пометкой очень рассыпчатая. В общем, если нужно сварить пюре, то мять его не придется. Вот более рассыпчатой картошки, крахмалистой, я не встречала. Но она настолько вкусная. И это что-то с чем-то. Этой картошке баблюбе... Так, надо у Любашки спросить. У баблюбы есть внучка. По совместительству, эта внучка моя сестра троюродная. Но мы с ней троюродные по дедушке, а по бабушке мы никто. То есть баблюба, она мне никто, но мы свои, потому что она жена бабушкиного родного брата. Ну, сейчас уже и бабушка ныне покойная, и папань Ветя уже ныне покойный. Вот. А баблюба живая. Вот если у меня бабулька с 32-го года рождения, то баблюба приблизительно тоже где-то вот этот... Может, даже она постарше. У Любашки надо спросить. В общем, это старая бабушка. Вот. Где-то 30-х годов рождения, может быть, даже и там 29-го, я не знаю. Но она очень старенькая. Вот. И она до сих пор картошку сажает. И она всю жизнь сохраняет свой сорт. То есть вот этот сорт, это сорт, который там, я не знаю, они как с папой Ветей жить начали. И она этот сорт вот всю жизнь сохраняет. Как она сказала, дочка, я сажаю одну всю жизнь. А она ее называет, это, склизенькая. Она ее так называет, склизенькая. Вот она. Ну, такая склизенькая. У нее, я говорю, бабушка, что склизенькая-то? У нее такая вот кора гладенькая. Не знаю, насколько видно. У меня телефон врубается, рубится. Вот. Ее сварить невозможно. Она сразу превращается в пюре. Она мега-рассыпчатая. Мега-мега-рассыпчатая. Но безумно вкусная. Хочется ее всегда съесть в виде не луплюшки, потому что я люблю, ну, не луплюшка, либо картошка в мундире. А-ля картошка в мундире. Да, кто как называет. Я и так могу назвать. И вот хочется картошки в мундире или картошки не луплюшки. Или запеченной в духовке. Но вот она вот так вся раскрывается, лопается и такая рассыпается рассыпчатой мякотью. Такой вот прям. Кому-то она слишком суховатая. Вот в жарке, допустим, суховатая. Она возьмет много масла. А я люблю жарить картошку. Даже люблю, ну, гусином, гусинушку, режешь и жаришь картошку. Она может много масла взять. Вот. Так. Картошку так в деревнях раньше жарили. С гусяшем снимаешь. И нарезаешь так, чуть-чуть с мясцом. Снимаешь, нарезаешь ее. И на ней жаришь на гусиной вот этой коже. Жарится картоха. Она невероятная. Луку туда побольше. Это невероятно вкусно. Так. Разобрались. Это баблюбина. Она в кусту вяжет очень много. Дает огромнейшие, красивущие кусты. Не особо подвержены фитофторе. Такая бронебойная лошадка. Кстати, ее жуку вообще мало ест. Ну, как бы, не знаю. Может быть, у нее более грубая ботва. Не знаю. Она у меня идет номер 15. И еще сегодня я вам показываю. Я вижу, телефон у меня глючит. Страшно. Я вам показываю еще белую из пензы. Ну, и там мы пробежали Red Scarlet. Да, еще раз вот его подойду, покажу. Ай, тень от меня падает. Вот он Red. Так, сейчас с другой стороны. Потому что я закрываю. Вот он Red Scarlet. Нужно сожрать в первой половине зимы. Иначе она потом будет как мыло. Она хороша в ранней подкопке. Она хороша в первой половине. То есть, вот потребление в первой половине. Вот такая вот она розовенькая Red Scarlet. Вот. Так, все. Здесь мы посмотрели с вами. Идем к этой белой. Белая в кусту вяжет немного. Подходит она очень рано. Мы ее одной из самых первых начинаем копать. В кусту у нее немного картошек. Они все здоровущие. Прям реально здоровущие. Вот такие вот. Если уродный год у нас в этом году поздно посадили, как-то не очень картошка удалась. А в прошлом году мы вовремя посадили. В конце мая. Числа, наверное, 28-го. И она была... Ее можно двумя руками держать. До полукила. Но она очень вкусная. Вот если у дачи она как мыло, и не душистая, не вкусная, то эта картошка вкусная, душистая. Я вообще привереда страшная. Если картоха невкусная, я ее жрать не буду. То есть есть люди, которые едят, и им все вкусно. Я нет. Я все нюхаю. Я вообще все нюхаю. Я нюхаю мясо сырое на рынке не на предмет свежести, простите, а на предмет вкусности. Я могу, понюхав сырое мясо поросенка, сказать, он на заводе выращен, потому что у нас сейчас на рынках лежит поросенок, порезанный уже на куски. Ты подходишь и говоришь «свойский». Тебе говорят «свойский-свойский». Поднимаешь, нюхаешь и понимаешь, что он вовсе не свойский, прожил он несчастливую жизнь. И это значит будет невкусно. Потому что вкусно, а только то, что вы вырастили с огромнейшей любовью, даже если это поросенок, не зря мусульмане колят особенным образом, с молитвой. И это имеет, вы не представляете, какое это имеет огромнейшее значение. То, что мы иногда не знаем, то есть если мы не знаем, это не значит, что этого нет, не существует. Но я вам однозначно скажу, что мои арбузы, мои дыни и мои картохи намного-намного вкуснее. Вот ту же самую картошку сейчас вырастят без любви, и она будет не такая вкусная. Моя картошка невероятно вкусная, не потому что она есть сортовые какие-то имеет, такие особенности, и она везде будет вкусной. Нет. Потому что я ее выращиваю настолько с любовью, вот реально с любовью, и ем я ее с огромной-огромной благодарностью. Я вам как-то в одном из роликов своих говорила, будет ли вам интересно поговорить о том, слышат ли нас растения. Потому что это научно доказанный факт, что растения нас слышат. Вот. А у меня есть еще личный опыт, очень-очень интересный. И напишите в комментариях, и если комментарии таких, что Татьяна, расскажите нам, нам очень интересно, по поводу слышат ли наши растения, можно ли с ними общаться. Если запрос будет большой, ну хотя бы несколько человек, не один написал, не два, хотя бы, или бы лайков будет много под этими комментариями, я обязательно сниму вам видео, но попозже, скорее всего, к осенью, к зиме, когда мы растрясемся вот с этими, со всеми делами. Вот, показала вам свою картоху. Вот такой у нас урожай. В этом году он плохой, в прошлом году он был намного лучше. Вывод один, всему свое время. Если ты посадил картошку в конце мая, не надо ждать хорошего урожая. Вегетация, она длится определенный период времени. Вот. Все, всех целую, всех обнимаю. Всем хорошего настроения. Хорошей, вкусной картошки, выращенной с любовью. Вам на благо. Пока-пока.